Друзья, всем привет! Наконец-то, ровно по расписанию, спустя две недели, компания Apple выпустила новую версию iOS, а именно iOS 15 Beta 5. Сегодня будем разбираться, что там нового и интересного. Меня зовут Максим, вы на канале Деми Солунж. Поехали! В этой версии не сильно много новых функций, но тем не менее они есть. Давайте начнем с того, что весит у нас вся эта радость в районе гигабайта. Где-то чуть больше, где-то чуть меньше, но у меня прилетел гигабайт 0.5, гигабайт 0.6 лично на мое устройство. Пока мы, кстати, не начали, я напоминаю, что если ролик вам понравится, то поставьте ему большой палец вверх, мне это будет очень приятно. Вот там внизу подписывайтесь на канал, обязательно жмите на колокольчик, чтобы классно ничего интересного не пропустить, и YouTube вам тогда пришлет уведомление с выходом нового ролика. И я также напоминаю, что у нас дорога на 20 тысяч подписчиков. Знаю, что многие смотрят меня без подписки. Подписывайтесь, мне это, во-первых, будет очень приятно, а во-вторых, поможете каналу развиваться. Надеюсь, что как можно быстрее добьем эту цифру. Что по новым функциям? Во-первых, конечно же, систему в основном продолжают причесывать. Конечно же, туда добавили у нас с вами вот эти приветственные экраны, добавили их в подкасты, в приложение Дом, в приложение Фото, и куда их только не добавили. В общем, много новых приветственных экранов. Небольшие изменения в пункте управления, не те, о которых вы могли подумать, нет, его все еще не перерисовали, но немножко там поменяли иконку камеры, и также немножко поменяли иконку уведомления при распознавании звуков. Ну, в общем, что-то немного перерисовали. Кстати, если вы все еще ждете новый пункт управления, то вот в этом видео по подсказке я объяснял, почему лучше этого не делать, и почему в iOS 15 его не будет. Посмотрите, там тоже очень интересно. Теперь, когда вы выключаете ваш телефон, у вас появляется новая менюшка, где вы можете включить или выключить возможность найти ваш iPhone после его выключения. Как вы знаете, сейчас в iOS 15 они вот эту новую штуку форсят, что если вы телефон выключаете, его все равно можно найти. Да, это будет работать не на всех гаджетах, но теперь появилась такая дополнительная опция, видимо, что в выключенном состоянии вы тоже могли это выключить, и телефон не расходовал лишнюю энергию. В целом звучит удобно. Но самое главное, что это запаролено, и если кто-то злоумышленник решит отключить эту функцию, то ему придется ввести пароль, здравая идея. Давайте немного отодвинемся в сторону iPadOS. Туда добавили возможность использования больших иконок, и они действительно выглядят достаточно большими, для тех людей, кому вот эти маленькие иконки не нравятся. В целом пусть будет, тем более, когда нам предлагают выбор, это всегда хорошо. Прям минорное изменение в Safari. Раньше у нас в четвертой бетке, когда у нас был компактный режим Safari активен, все равно там можно было обновить страницу, теперь нельзя. Нужно выйти из вот этого витринного режима, и тогда у нас появится кнопка обновить страницу, но это не сильно как-то влияет на юзабилити. Самое главное новшество этой бета-версии, я, конечно же, немного говорю с сарказмом, но, тем не менее, поменяли иконку погоды. И пока вы сматриваетесь на экране в то, как она выглядит и что там изменилось, я вам скажу, что действительно изменения есть, но они не в каком-то визуальном смысле, а скорее в стилистическом. То есть мы видим, что компания Apple потихоньку вот так вот начинает отходить от плоских иконок. Помните, нам давно еще обещали, что будут иконки, ну, что-то по типу биксера, да? Но этого не случилось, и поэтому компания Apple вот так вот аккуратненькими штришками начинает вводить новые иконки. Я думаю, что все-таки КАЮС-16, они созреют, и вот начнут уже полностью использовать вот этот вот новый стиль, по-моему, он неоморфизм называется, если я ничего не путаю. А вот релиз ноутс на этой неделе максимально грустный, они вроде как есть, но там даже ничего не написано, что исправили. Apple, мне кажется, просто решили на этой неделе на них забить. А пока я вам расскажу другую вещь, хочу напомнить, что завтра, 11 августа, или сегодня 11 августа, зависит от того, когда вы это смотрите, будет презентация Samsung, где покажут там новые фолды, и еще всякая разная всячина будет. Вот, я вас приглашаю на эту презентацию посидеть, посмотреть ее вместе со мной, пообщаться. Мы с вами начинаем в 16.30 по Москве. Вот там вот есть ролик по подсказочке, кликайте, будет ссылочка на стрим, и также ссылка на стрим будет лежать в описании. Забегайте с удовольствием, вместе проведем с вами время. Что там по производительности и автономности? По производительности на этой бете чуть-чуть все лучше, чем на предыдущей, если верить тестам Geekbench, но по факту, опять же, не заметил пока никаких различий. По автономности, естественно, сейчас сказать невозможно, потому что только поставил, как обычно, в телеграм-канале своем, ссылка, если что, в описании, завтра похожу целый день с айфоном, и там размещу, собственно, данные, которые у меня получатся, со своими какими-то комментариями, как я использовал, доволен-доволен. В общем, вы все сами это знаете. Если нет, забегайте в телегу, подписывайтесь, завтра к вечеру будет для вас информация. Давайте немного ускорим в этот раз фрагмент того, что я обычно вам советую обновляться, не обновляться, потому что многие просят меня это сделать, говорят, что ты каждый раз по одной тоже говоришь, но тем не менее, это нужно говорить. Если сейчас, ок, не обновляйтесь. Если вы сидите на бетке, я бы лично обновился, но это чисто мое мнение. Если вы сидите на релизе, обновляться на бетку есть смысл только в одном случае, если на релизе вас что-то прям очень сильно не устраивает, и у вас есть какая-то вероятность, что бетка это поврешает. Ну, в другом случае обновляться не вижу. Не забываем перед обновлением делать обязательно резервную копию, чтобы в случае чего потом можно было откатиться. Если не видели видео про то, как делать резервную копию, там по подсказке посмотрите. Если не видели видео и не знаете, как откатиться, что для этого нужно, тоже про это рассказывал, опять же, вот там по подсказке. Ну и, конечно же, после уже обновления не забываем делать Hard Reset, жесткую перезагрузку или Force Restart, называйте как хотите. Это сейчас неважно. Просто не забывайте делать, чтобы айфону немножко мозги на место вправить, чтобы все чуть-чуть лучше работало и более правильно работало. Тоже есть ролик вот там по подсказке. Не забываем, что в скором будущем беты будут выходить раз в неделю, а не раз в две недели, это нормально перед релизом, который у нас достаточно скоро, в сентябре уже, да и по факту остался ровно месяц. Я думаю, что следующая бетка, я так немножко посчитал в календаре, все-таки выйдет через две недели, а вот потом мы с вами уже увидим еженедельные бетки, поэтому ожидайте каких-то таких новостей. Если вам этот ролик понравился, то, как я и говорил, поставьте ему большой балль вверх, мне это будет очень приятно. Там внизу подписываемся на канал, не забываем. Жмем на колоку, чтобы классно ничего интересного не пропустить. YouTube вам тогда пришедет уведомление с выходом новых роликов. В комментах пишите, если поставили, то что у вас работает, что не работает, все ли хорошо, есть ли какие-то проблемы. Не забывайте писать модель устройства, потому что это важно. Многие читают и понимают, стоит им это ставить или не стоит. Я тоже читаю, с вами, конечно же, дискутирую. Конечно же, вот эти два ролика специально подобраны для вас на алгоритме YouTube. Зацените, если не дели, и вот сюда, конечно, жмите, чтобы подписаться на канал. Ну а с вами был Максим, спасибо большое за просмотр, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok